Всем привет! Сегодня мы с вами будем учиться играть рок-н-ролл. Для наглядности я сейчас сыграю эту пьесу, а затем приступим к разбору. Поехали! Поехали! Приступаем к разбору. Указательным пальцем зажимаем на пятом ладу две струны. Первую и вторую. Значит, играем. Смотрите, в правой руке мы играем пятый бас, первую и вторую вместе. В медленном темпе звучит это так. После этого мы играем то же самое. И потом два раза ударяем по верхней деке большим пальцем. Итак, еще раз давайте рассмотрим начало. Еще раз в медленном темпе. Зажимаем мы на пятом ладу первую и вторую струну. Здесь мы дергаем пятую, вторую и первую. И играем вот такой ритм. Сыграли. После этого мы зажимаем на десятом ладу вторую и на девятом ладу первую. Возьмите, вот как аккорд D есть на втором ладу, у нас такой аккорд D в виде треугольника, то это то же самое, только берется у нас уже на девятом ладу. Дальше мы играем пятая, вторая, первая. Пятая, вторая, первая. Играем два раза. Дальше можно сыграть вот так вот. То есть вниз, вверх, вниз, вверх. Такой бой вот. Вниз, вверх, вниз, вверх. Дальше играем то же самое, дергаем пятая, вторая, первая. Еще раз в медленном темпе. Потом два раза. Дальше мы берем на десятом ладу и на двенадцатом ладу первую струну. Играем здесь с пятым басом. Дергаем пятую, вторую и первую. И здесь играем, получается, еще вот указательный палец у нас на девятом ладу. Мы зажимаем. И здесь такой же бой играем. Вниз, вверх, вниз, вверх. Потом играем то же самое, пятая, вторая, первая. И потом оставляем мизинец и оставляем первый палец. И здесь добавляем уже шестой бас. Глушение. То есть мы играем, дергаем сначала шестую, третью и первую. Глушение играется так. То есть мы большим пальцем ударяем по шестой струне. Это проще глушение сделать, если у вас металлические струны на нейлоне. Ну, в принципе, на нейлоне будет то же самое, но более четко на металле звучит вот это глушение. То есть я просто ударяю по шестой струне подушечкой большого пальца. Давайте рассмотрим в медленном темпе, как играется глушение. Я играю шестую, третью и первую. Глушение. Потом опять дергаю три струны. Шестая, третья, первая. Опять три струны. И я делаю скольжение к пятому ладу. То есть когда мой мизинец будет примерно на пятом ладу, я убираю пальцы на грифе. Звучит это так в медленном темпе. Дальше мы играем аккорд А. То есть можно взять его вот так на втором ладу, зажать указательный, средний, безымянный. Можно зажать его вот так. То есть с помощью мизинца. Можно вообще зажать малое баре указательным пальцем. Четвертое, третье зажимается. И вторая струна зажимается средним пальцем. Вот, можно так зажать. Ну, как вам удобно. Но вообще давайте зажмем вот так, смотрите. Указательный, средний и безымянный. Здесь мы играем. Всегда у нас идет такой перманентный бас, то есть постоянный. И вот сейчас показываю в медленном темпе, как играть саму тему. Значит, я дергаю пятую, четвертую, третью вместе. Бас. Потом вторая, третья вместе с пятым басом. Опять бас. И дальше я играю вторую и первую вместе с пятым басом. И потом пятый бас просто повторяется три раза. И получилось вот так вот. Дальше то же самое, только немножко ритм меняется. Играю, значит, пятый бас, четвертую, третья. И у нас получилось, если соединить два такта. Дальше идет то же самое. И вот здесь вот я зажимаю баррэ на втором ладу указательным пальцем, потому что мне нужно будет сыграть вторую и первую струну одновременно. То есть я сначала играю пятую, четвертую, третью. Затем вторая, третья. Затем вторая, первая с пятым басом. И вот здесь уже вот это баррэ беру. Вот я его сыграл, и дальше мне надо поменять пальцы, поставить мизинец на третий лад первой струны, а второй палец на второй лад второй струны. И здесь я играю уже с пятым басом. Опять же, пятый бас, да, у нас всегда идет. И здесь я играю вторую, первую с пятым басом. Далее пятый бас. Потом открытая струна идет с пятым басом. И возврат идет на, получается, второй лад третью струну. И здесь я играю пятая, третья и вторая. Потом пятый бас. И вот здесь одновременно дальше я дергаю пятую и третью. Потом пятая, вторая, открытая. И опять пятая и третья. Дальше у нас меняется аккорд и меняется бас. У нас получается вот бас четвертый. Здесь я зажимаю на втором ладу третью струну. Играю четвертый открытый бас. Третья струна, зажатая на втором ладу. И открытая первая. Дальше бас открытый. И здесь добавляется дальше мизинец на третьем ладу, на второй струне. Играю, дергаю четвертую, третью и вторую. Дальше опять бас. И дальше у меня вот этот мизинец поднимается. И указательный палец ставится на первый лад, на вторую струну. Здесь я дергаю четвертый бас, третья и вторая. Они у меня зажаты. Вот здесь вот, да. Играю. Потом бас. И дальше дергаю четвертую и третью струну. Третья у нас уже зажата на втором ладу. Дальше я дергаю четвертую, третью, первую, открытую. Четвертая открытая. И дальше опять идет мизинец на третьем ладу, на второй струне. Вот я сыграл. То есть здесь у нас дергается четвертая, третья, вторая. И потом убирается мизинец, и указательный палец встает на первый лад, на вторую струну. Тоже играю три звука. Открытый бас просто. И дальше то же самое, что было с пятым басом. То есть я дергаю одновременно четвертый бас с третьей струной, зажатый на втором ладу, на третьей струне. Открытая, вторая с четвертым басом, да, дергается. И обратно я возвращаюсь на четвертый бас и третья струна. Вот это я сыграл. Дальше у нас опять вступает в ход пятая басово-открытая струна. Это остается у нас. Получается, второй лад, третья струна остается. Мы играем пятый бас, третья струна и первая струна. Опять бас. Дальше мы зажимаем на третьем ладу вторую струну. Дергаем с пятым басом ее. То есть у нас три ноты дергаются. Пятая, третья и вторая. Опять бас. Дальше я зажимаю уже вот здесь. На втором ладу вторую струну. И одновременно дергаю пятую, третью и вторую. Открытый пятый бас. И уже в конце играют только третью и пятую вместе. Опять пятый бас идет. И вот дальше идет такое место. Смотрите, здесь играется пятый открытый. Здесь у нас эта нота уже зажата, третья. И открытую первую играем. Вот мы сыграли вот эти звуки. Пятая, третья, первая. И здесь добавляем мизинец на второй струне. И уже играем дальше. Пятая, третья и вторая дергаем. Опять открытый бас. И вот здесь уже у нас идет указательный палец. Первый лад, вторая струна. Мы дергаем теперь пятую, третью и вторую вместе. Пятый открытый. Дальше идет третья, пятая вместе. Потом пятая открытая, вторая открытая. И опять возвращаемся на пятую и на третью. Дальше мы ставим вот такое расположение пальцев. На первом ладу зажимаем третью струну. На третьем ладу зажимаем вторую струну. Здесь играется, значит, шестой бас. Третья, вторая. Дергаем вместе. Потом здесь можно взять такой малый баре указательным пальцем. То есть я зажимаю указательным и третью, и вторую струну. Ну и заодно первую можно зажать. Но основная нагрузка идет на третью и на вторую струну. Потому что после того, как мы сыграли, вот, получается, шестую, третью и вторую, нам надо взять, вот, чтобы звучало на первом ладу третья и вторая струна одновременно. Возврат идет мизинец. То есть мы просто подняли, а это уже можно сразу зажать. Обратно. Обратно мы пришли. Играем шестая, третья, вторая. И потом идет у нас шестая, третья, вторая дергается с басом сначала. И потом просто вторая, третья. Бас. Дальше у нас шестой бас дергается, третья струна, зажатая на первом ладу, и открытая первая. Вот я сыграл. Опять поставил сюда мизинец на третий лад, вторую струну. Играю вторую, третью. Третья у нас уже зажата, вот, обратите внимание, указательным пальцем. Опять вот это малый баррэ. То есть я поднимаю мизинец и играю шестую, третью, вторую. И в конце уже просто я беру такой, как аккорд типа АМ, только неполный. То есть, ну, без указательного пальца. На втором ладу четвертая и третья. И здесь играю пятый бас. То есть пятая, четвертая и третья. Вот здесь у меня зажата четвертая и третья. Играю два раза. Потом дальше просто такая басовая линия. Пятая, открытая два раза. Здесь бас у нас, пятый бас, зажатый на четвертую ладу два раза. Открытая. Открытая четвертая. Да, потом на первом ладу два раза играю четвертую струну. Вот я ее зажал два раза. И прихожу вот сюда. Второй лад, четвертая струна. Играю с шестым басом. И то же самое, потом такую сделаю перкуссию по деке. То есть... Дальше, смотрите, дальше у нас идет такой ритм. Есть два варианта. Я вам показал сейчас более сложный вариант. Давайте начнем со сложного, а потом перейдем к легкому варианту. То есть, смотрите, вот оригинал, это когда мы играем на пятом ладу такой барре, зажимаем полностью шесть струн. На шестом третий зажимается, на седьмом пятый, и на восьмом зажимается вторая струна. Ритм у нас можем играть либо большим пальцем вниз, либо указательным. Как вам удобно. Либо большим, либо указательным. Ритм... Давайте я просто большим пальцем вниз буду проводить. Ритм такой. Чтобы достичь такого немножко отрывистого звучания, нужно просто, когда мы сыграли, большим пальцем вниз, поднять немножко пальцы левой руки. Вот я сыграл, потому что если я оставлю, у меня будет звучать... То есть, конечно, можно и оставлять аккорд, да? То есть, тогда будет вот так вот. А если приподнимать пальцы, то тогда будет звучать так. Ну, мне больше нравится, когда звучит вот так, более отрывисто. Вы смотрите сами, как вам больше нравится. То есть, вот это первый аккорд, второй аккорд идет D9. Это когда я зажимаю, получается, вот здесь на пятом ладу пятую, на четвертом ладу четвертую. И у меня вот этот палец безымянный зажимает сразу три струны. Вот. Здесь то же самое. Потом обратно на этот аккорд, который был первый. Дальше у нас аппликатура левой руки. Расположение пальцев на грифе такое же, как было на этом аккорде. Вот этот аккорд. Вот он зажимается здесь, седьмая. Получается, седьмой лад, пятая струна, шестой лад, четвертая. И на седьмом ладу третью, вторую, первую. Зажимаем, играем то же самое. Так вот, отрывисто. То есть, мы играем аккорд и поднимаем немножко пальцы. Чуть-чуть приподнимаем. То есть, не надо их прям высоко поднимать. Вот просто ослабить нужно. То есть, мы сыграли, ослабили. Вот. Вот я сыграл и немножко так ослабил. То есть, пальцы, в принципе, находятся на струнах, на этих нотах. Вот. Играем то же самое. И возвращаемся к первому аккорду. А7. Это более сложный вариант. Если вы хотите простой вариант, то тогда нужно будет играть аккорд... Допустим, вместо вот этого, D9, мы играем аккорд D7 вот на пятом ладу. То есть, нам не нужно будет вообще даже менять пальцовку. У нас получается барре на пятом ладу. И мы здесь просто добавляем вот эти пальцы. То есть, это у нас уже на пятом ладу указательно сжимает. Мы добавляем на седьмом ладу четвертую и вторую струну. И играем тот же ритм. То есть, получается... Дальше вот этот аккорд. Ну, так прикольнее звучит. Дальше то же самое. Ну, и на седьмом ладу тот же аккорд. Аппликатура, то есть, расположение пальцев такой же, только на седьмом ладу. Барре первый палец. Девятый лад четвертый, вторая. И играем тот же бой. А, получается там. Ну, вот как-то так. Ребят, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова